Девушки отдыхают 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 форме. В прошлом году, если уж мы начали говорить о том, что СПБ это прошлогодний нефтяник, тем временем счет становится 4-0. Кирилл Абувалов забивает. Так вот, в прошлом сезоне нефтяник одолел динамовцев на первом этапе. Встречались эти команды. Нефтяник выиграл с счетом 22-1. Так что здесь большое, колоссальное преимущество за желтой командой было в прошлом сезоне. Ну и, как видим, и в этом чемпионате пока ничего не изменилось. Да, Динамо предварительный этап провело в прошлом году ни шатка ни валка, зато на втором этапе выглядели более чем достойно, более чем уверенно и завоевали третье место. Но сейчас Данил Егоров. Данил Егоров. И это пятый мяч. 5-0. Выигрывают футболисты команды СПБ. Гарик Сараян на Данила Бондарева. Данил Бондарев на Славяковского. Славяковский в обратку. И шестой мяч буквально с полуметра забивает Данил Бондарев. Забивает для своей команды Александра Хаджиевна. Да, его, конечно, можно понять. Дело в том, что в прошлом сезоне он против нефтяника не выступал. В рамке стоял Роман Герцен, но он пропустил 22 мяча. Поэтому, когда Александр Хаджиев сегодня вышел на площадку, понятное дело, что это один из лучших вратарей нашего Сергиевского района. Ну и наверное едва ли не лучший голкипер по итогам прошлого чемпионата. Так вот, были такие уверенности, что Динамо с ним сегодня на последнем рубеже будет выглядеть боеспособнее. Но, как ни старался Александр Хаджиев, конечно, этого не произошло. Ну а у нас тем временем у нас тем временем Иван Дереглазов забивает. И это знаковое событие для Динамо, потому что Иван Дереглазов лучший бомбардир этой команды. И раз он забил у нас и в новом сезоне. Он забил первый мяч Динамо в этом чемпионате. Поэтому мы вправе надеяться, что и в предстоящие месяцы Иван Дереглазов порадует нас результативной игрой. Ну а что здесь можно сказать? Пока у нас Кирилл Абувалов решил не забивать с полуметра, а направить мяч точно в руки Александра Хаджиева. Может быть, это Динамовцам несколько поможет. Но, говоря откровенно, ну, положа руку на сердце, в этой встрече им ничто не поможет. Слишком уж разный класс у обеих команд. Да, Динамо это коллектив, который будет бороться, скорее всего, во втором эшелоне по итогам предварительного этапа. Ну а СПБ вообще на чемпионство идут. Это однозначно. С таким составом посмотрите, Илья Чекванов, Кирилл Абувалов, Данил Егоров, Даниил Бондарев, Влад Славиковский. Да, сейчас Иван Дереглазов забивает второй мяч своей команды, но все-таки это общей картины никак изменить не может. Павел Купряев, нет еще Андрея Тясина, Владимир Сазонов на скамейке запасных, да и Гарик Сараян. Как я мог о нем забыть? Он тут же, после того, как пропустила его команда мяч, он тут же побежал и забил. Итак, возвращаемся мы на площадку Суходольского спорткомплекса Алим. Продолжаем разговор о матче первого тура чемпионата района по мини-футболу СПБ против Динамо. 7-2 у нас результат после первого тайма в пользу команды СПБ. Данил Бондарев забивал, Данил Егоров забивал, Гарик Сараян забивал, Кирилл Абувалов также отличился, поэтому вот такая вот у нас разница в счете, но ее немного подсокращают. Динамовцы Антон Дмитриев, который когда-то выступал за сборную Сергиевского района. 7-3 и счет делается. Ну так вот, Антон Дмитриев и забивал, и играл, и забивал за сборную. Сегодня он выступает за Динамо и отметился также точным ударом. 7-3 минус 4. Динамо держится на плаву, но давайте с вами говорить откровенно, потому что, как мы видели, как протекает эта игра. Да, динамовцы стараются, но у них целостной игры не получается, тем более, Данил Егоров второй шедевр оформляет. Вот это да, посмотрите, как он первый мяч забил в первом тайме, перебросил через Александра Хаджиева и также исполнил во второй половине. И этому парню всего 18 лет. Боже ты мой, что творится в нашем чемпионате. Одно из главных дарований, одно, надеемся, из открытий нынешнего чемпионата. Мы очень хотим, чтобы у нас было больше футболистов высокого класса в этом чемпионате. Александр Хаджиев реагирует на удар Данила Бондарева и тут же реагирует, отбивая выстрел буквально в упор в исполнении Гарри Косараяна. Павел Купряев подключается и удар. Здесь мяч выше цели пролетает. Павел Купряев все правильно делал этот парень. Да, Дмитрий Семенов, жаль, что он не выступает в этом матче, но с другой стороны Павел Купряев, конечно, делает все нормально. Михаил Хаджиев четвертый мяч забивает и здесь у нас уже разница в счете. Ну, собственно, она и была не такой большой, правда, тут же она восстанавливается, потому что Влад Славяковский девятый, в девятый раз посылает мяч точно в цель и тут же уходит на скамейку запасных, оставляя Александра Хаджиева одного горевать, наверное. Гарик Сараян решил исполнить красоту, но Александр Хаджиев сыграл надежно, здесь штанга сыграла за Динамо и уже Илья Чикванов в дальний угол десятку оформляет СПБ. Говорить о том, что было дальше, практически нет никакого смысла, потому что, посмотрите, как здесь разрывают Динамовцы после того, как пропустили целую серию мячей откровенно сникли и начали позволять СПБ. Пойдет, пока не сыграны. Устал. Хочется еще сказать. Делать все, что угодно. Гарик Сараян сейчас высказал свое мнение об игре. Да, конечно, изъянов много, изъянов много в действиях футболистов, но это только первое, да, это первая игра новой команды. Ну и Даниил Понтерев. Что творится, Александр Хаджиев пробивает. Александр Хаджиев, да, пропускает много, откровенно много, не ожидал, наверняка не ожидал. голкипер надежный, как и Юрий Курашов, спасает по несколько раз за матч, но вот сегодняшняя игра это не та история абсолютно, когда мы можем ставить в углову угла действия голкипера Динамо и восхищаться и говорить о том, что этот парень вытаскивает команду на самый верх. Увы, увы, СПБ здесь просто разрывает. Да, не вина Александра Хаджиева. Бразильца, да, бразильца в желтой форме, да, не вина Александра Хаджиева, это однозначно, но Динамо уровнем, конечно же, ниже. Вот в этот раз уже в свои ворота направляют мяч футболисты Динамо. Ну и здесь все ясно. Да, впереди еще много времени, у нас предварительный этап еще 12 туров, Данил Егоров тем временем отдыхает. Поэтому и Владимир Сазонов грустил, потому что он не играет и надеемся он в ближайшее время появится. Ну и 17-й мяч направляет Илья Чекванов и финальный свисток, друзья, 17-4. Вот так вот Данил Бондарев с компанией разорвали Динамо. Ну а мы слушаем Павла Купряя в интервью и прощаемся. Сама я постоянно пятая играю, поэтому для меня не впервые. Ну, спокойно стал. Димка не смог, Семен, сегодня нам помочь. Что сказать? Ну как тебе сегодняшняя игра? Ну, сложно оценивать, потому что первая игра, команда новая, еще некие незаимопонимания получается, только маленькие понимаем. но в целом, я думаю, команда у нас молодая, думаю, что мы будем бороться с чемпионством. Ну, с таким составом мы должны только выигрывать. Каждую игру прибавлять, будем сильнее, сильнее. У нас еще сегодня очень многих не было людей, которые нам добавят, поэтому я думаю, что Андрей Тястин тоже самое, Димка Новорос станет. Поэтому мы с командой будем боеваем, будем биться. Субтитры создавал DimaTorzok